Освящается Ларисе Анастасии Диане. Миссия одинокого кота Томас. Мотиватор Юлия Елисеева. Авторы Анастасия и Ренуар Группман. 9, 7, 8. Настя и мама прохаживаются по уютному двору, огороженному высоким забором. Настя, дочка, что с тобой происходит? Ты своему коту стала уделять много времени, начала выяснять мама Ира. Мама, кстати, этот кот и твой также, мягко ответила Настя. С чего вдруг живущий с тобой кот стал моим? Возмутилась мама и осмотрелась вокруг. Мама, этот кот особенный. Он отважный, смелый, добрый, заботливый, нежный, продолжала перечислять Настя. А мама резко прервала ее. Настя, это всего лишь кот, а ты его характеризуешь, словно он человек. Мама, значит, ты забыла про кота Томас. Остановилась Настя, а мама шла и осматривалась вокруг. Какой еще Томас? Что, твоего кота зовут Томас? Остановилась мама и вернулась к Насте. И почему я твоего, Томаса, должна помнить? Удивилась мама. Этот кот еще и бабушкин, и также Дианы, уточнила Настя. Что ты хочешь этим сказать, дочка? Мама и разодумалась, а Настя продолжила. Мама, ты хочешь вспомнить кота Томас? Ну, а кстати, Настя, где твой кот Томас? Осмотрелась вокруг мама Ира. А Настя радостно ответила. Он сейчас на отдыхе в Израиле. Это каким таким образом? И кто его туда отвез так быстро? Твой кот, Настя, еще несколько часов назад был здесь. Мама, я тебе уже сказала, что этот кот особенный. Он самостоятельно оказался в Израиле. Томас скоро вернется и в кое-чем поможет мне и тебе, загадочно объяснила Настя маме. А мама Ира насторожилась. Дочка, что на сей раз ты задумала? А Настя продолжила. Скоро узнаешь, мама. И ты обязательно вспомнишь кота Томас. А мама Ира еще больше забеспокоилась за дочь. Настя, доченька, тебе нужно отдохнуть. Ты устала. Столько дел мы на тебя взвалили. Пойди, ляг и отдохни. А я здесь сама закончу. Все равно Диана только к вечеру приедет. Да, пожалуй, ты права, мама. Пойду отдохну. Настя поднялась по ступенькам деревянного крыльца, вошла в дом и прошла к себе в комнату. Села на свою широкую и мягкую кровать и как плюхнется на нее спиной, расставив в стороны руки. А полностью расслабившись, Настя тихо стала звать кота. Томас, Томас, я скучаю по тебе. Томас, ты мне нужен. Настя закрыла глаза и продолжала звать кота, но только шепотом. И вдруг Настя где-то далеко услышала голос своего Томаса. Настя, 9-7-8, 9-7-8, 9-7-8. Уже стояла в ушах Настя, 9-7-8. Томас, что это? Стоп! Настя открыла глаза и увидела, что Томас лежит сверху на ней и впился в нее своим кошачьим взглядом. Томас, ты вернулся! Настя обхватила руками кота и, поглажив своими ладошками по мягким бокам, поспешила признаться Томас, что очень скучала. Поэтому я здесь, моя Настя. И я сильно скучал по тебе. «Томас, ты хоть отдохнул?» заволновалась Настя. «Да, Настя. А мама здесь?» спросил загадочно Томас. «Томас, ты думаешь о том, о чем и я думаю?» «Ты хочешь маму взять с собой?» поинтересовалась Настя. «И маму, и тебя, Настя!» И Томас продолжил. «Пора твоей маме встретиться с Ирой, мамой Владимира. У Иры есть несколько слов для тебя, Настя, и для твоей мамы». Холодок пробежал по спине Насти, вернувшись в сидячее положение. Настя взяла кота в руки и посмотрела ему в глаза. «Томас, это как-то связано с девять, семь, восемь?» «Да, Настя, и это очень серьезно. А главное, это зависит от присутствия твоей мамы. Мамы Иры, той Иры, которую я знаю с самого ее рождения». И Томас спустил скупую слезу. «Томас, а как мы об этом?» «То есть я, как я скажу об этом маме?» «Мама, хочешь прогуляться со мной и с Томас во времени?» «Да, Томас, это мне нужно спросить». Настя засомневалась, что мама рискнет. И в этот самый момент открылась дверь и вошла мама Ира. «Настя, дочка, как ты? Отдыхаешь?» «Да ты в компании со своим котом?» «Что, так быстро вернулся?» Удивилась мама Ира. «Мама, Томас так может. Я тебе уже говорила, что Томас – особенный кот». И вдруг Томас осмелел и начал действовать. «Ира, привет! Я Томас. Ты помнишь меня?» Мягко произнес кот. А Иру словно током пронзила. Она передернулась и тут же вспомнила, что когда-то слышала этот магический тон в голосе. И Ира подсела на кровать к Насте, чтобы внимательнее взглянуть на кота, который сидел у Насти на коленях и уже смотрел в глаза Ире. «Томас, так это ты! Я тебя забыла, дорогой друг! Ты так редко появлялся!» И Ира с нежностью погладила кота по мягкой шерстке. «Мама, ты вспомнила, Томас! Теперь ты меня понимаешь!» И Настя со слезами на щеках прижалась к маме Ире. А Томас сошел с коленей Насти, прошел по кровати и сел за спиной Насти и мамы Иры. «Томас, в чем дело?» Обернулась Ира и с опаской посмотрела на кота. «Что ты задумал?» Ира испуганно резко встала с кровати, а Настя тут же объяснилась. «Мама, Томас хочет тебя познакомить с Ирой, мамой Владимира. Я тебе о ней рассказывала. Только для этого нужно твое согласие. Я также там буду вместе с тобой и с Томас». Мама насторожилась и осторожно уточнила. «Настя, Томас, я должна исчезнуть на время?» «Да!» – дружно в один голос ответили Настя и Томас. «Хорошо, что мне нужно делать?» «Заинтересовалась Ира». «Мы должны все втроем, друг с другом крепко обняться». Настя объяснила технику исчезновения. И как только Настя, Томас и Ира прижались друг к другу, они тут же исчезли. «Украина, Киев, 17-е, 8-е, 1997-е». «Стоит Настя в слезах возле Иры, которая лежит на больничной койке под пусклым освещением ночных ламп. Томас сидит в ногах Иры, а Ирина стоит за Томасу кровати и поглаживает кота по шерстке спины. Ира в последнюю минуту своей жизни просит Настю наклониться. Настя склоняет голову, слезы со щек капают на лицо Иры, а коп на волос Настя, опустившись вниз, образовала купол уединения и секретности. Ира из последних сил, приобняв Настю, шепчет на ухо. «Настя, 9 и 7, запомни это, 9 и 7, это твоя судьба, 9 и 7». И, Настя, будь внимательна к 8, «Я всегда знала, что ты добрая, проницательная и чувственная женщина». «А ты, Ирина», сквозь волосы Насти Ира обратилась к Ирине. «Благослови на счастье Настю, твое число 8». И Ира ушла в объятиях Настя. Настя зарыдала, выпрямилась, подошла к маме и с текущими слезами по щекам прижалась к Ирине. Мама и дочь крепко обнялись, а кот вскарабкался по Насте, и как только он протиснулся между ними, как тут же Томас, Настя и ее мама исчезли. «Настя, дочка, ты прости меня», разжав свое объятие, попросила Ира и нежно погладила ее по волосам. А Настя, заплаканная от радости, все еще и держа кота на руках и, прижимая к своей груди, молча улыбнулась. «Томас! Томас! Томас! Настя! Мяу! Мы в порядке! До встречи! Томас! Настя! Молодцы! И удачи! Мяу! Спасибо! Томас и Настя продолжали оставаться в объятиях друг друга. Томас и Настя